Ираклий сам был предсказателем, он был астрологом. Этой ночью, когда я посмотрел на звезды, я увидел, что и тогда Ираклий знатных людей из числа римлян позвал в одну из своих крепостей. Вся эта свита, знатные римляне, они бросились к воротам, как дикие ослы. И обнаружили, что они заперты, эти врата. Бسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله, уважаемые братья, уважаемые сестры, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня мы, иншаллах, продолжим удивительную историю, которая приключилась с Абу-Суфьяном и правителем Византии Ираклием, первую часть, которую мы рассказали в предыдущем ролике, и сегодня мы, иншаллах, продолжим. И затем Ираклий позвал письмо, которое пророк, алейхиссалату вассалам, отправил вместе с Дихяту-ль-Кальби, ради الله عنه, к правителю Бусры, Хеврона, и в последующем это письмо попало к Ираклию. И он передал это письмо к Ираклию, и Ираклию его зачитали. И в этом письме было следующее. От Мухаммада раба Аллаха и его посланника к Ираклию, правителю римлян. Приветствия тому человеку, который последует истине. Прими Ислам, и ты сохранишь себя и своих подданных. И далее следующий аят Кур'ана, который был в этом письме. О люди Писания, так идите же к общему между нами и вами. Чтобы мы не поклонялись, кроме как Аллаху, чтобы мы поклонялись только Аллаху. И не предавали Ему сотоварищей. И мы, помимо Аллаха, друг друга не держали законодателями, не приравнивали друг друга к Всевышнему Аллаху. А если же они откажутся, то вы скажите, вы засвидетельствуете, что мы мусульмане. И тогда Абу Суфян после всего этого случившегося говорит следующее. И когда Иракли произнес свои слова, вот эти, сказал все то, что он сказал, ибо зачитал это письмо. Возле него поднялись голоса людей, образовался шум. И в этот момент, то есть там начались разговоры, шум, крики. И тогда, в этот момент, нас вывели из этого замка. И тогда я сказал своим спутникам, которые были со мной, когда нас вывели из замка и отпустили. Дело этого Ибну Абикабша, его пророка, как бы унижая хурайшиты, назвали, приписывая его к мужу Халима, которая была его кормилицей. То есть сын Ибну Абикабша, так говорит, его дело дошло до такой степени, поднялось его положение, что его начал бояться правитель Византии, римлян. И тогда Абусуфян говорит, хотя это был еще период мирного договора, еще Мекка не была завоевана. И тогда Абусуфян говорит, тогда для себя я стал стопроцентно убежден, что непременно скоро он победит всех, что его религия победит в Мекке. Так что в последующем Аллах вселил в мое сердце ислам. То есть когда завоевывали Мекку, через два года после этого случая, мы знаем, Абусуфян принял ислам. И вот, уважаемые братья, уважаемые сестры, вот такая удивительная история приключилась с Абусуфианом, будучи еще не мусульманином, и с правителем Византии Ираклия. И далее, уважаемые братья, уважаемые сестры, хочется привести удивительную историю, эпизод из жизни Ираклия, правителя Византии. Ибн Шихаб Зухри эту историю рассказывает от Ибну Наатура, это был наместник, правитель Иерусалима, Байт-Уль-Мукаддаса, который в последующем принял ислам и рассказал эту историю. Вакана Ибну Наатур, этот Ибн Наатур был сахибу Илья'а ва Хиракля сукуффан аля насарашем. Он правитель Байт-Уль-Мукаддаса и друг Ираклия, он был епископом над христианами Шама. Юхаддеса он рассказывает, когда однажды Ираклий прибыл в Байт-Уль-Мукаддас, однажды утром он встал в очень плохом расположении духа. И один из его приближенных сказал ему, «Нам не нравится твое состояние, твое расположение духа, то есть твое подавленное состояние, угнетенное состояние». И Ибн Наатур рассказывает, Ираклий сам был предсказателем. Он был астрологом, он смотрел на звезды и смотря на звезды, что-то предсказывал. И тогда, когда они спросили его о его расположении духа, он им сказал, «Инни раэйту лейлята хина наварту финнуджу малика лхитан кад вахра». Этой ночью, когда я посмотрел на звезды, я увидел, что владыка совершающих обрезания, то есть правитель совершающих обрезания, он одержал победу. «Фамэн яхтатину мин хадихи лумма» Кто же из этой общины, из людей, которые живут здесь, совершает обрезание? «Калу лейса яхтатину илля льяхуд» Тогда приближенные ему отвечают, что среди нас обрезание совершают только иудеи. «Фалайю химманна каша'нхум» Ты не переживай из-за них, из-за иудеев. «Вактуб илама дайни мулькика фаяхтулуман фи химминал яхуд» Отправь письма во все уголки твоего царства, дабы они истребили всех иудеев, если ты переживаешь из-за иудеев. «Фабайна ма хума аля амрихим» И когда они вот это все обсуждали, рассказывали, «Утия хираклю бираджу лин арсалаби хималику гассан юхбиру ан хабари Расулли Лахи салаллаху алейху ассалям» Именно в этот момент пришел гонец от гассанидов. Гассаниды это были арабы, которые жили под властью Византии, христиане арабы. И один из таких правителей этих гассанидов, наместников, отправляет человека, гонца к Ираклию, рассказывая о нем, о появлении посланника Аллаха и о том, что происходит на Аравийском полуострове, в Мекке, в Медине. И когда Геракли его расспросил обо всем, и он ему рассказал, И Геракли его отпустил, этого человека, но после этого он отправил своих людей, идите и посмотрите, обрезанный он или нет. Тогда они пошли за ним и подтвердили, что он, да, этот человек, этот араб, он был обрезанный. И тогда Иракли спросил этого гонца об арабах вообще, они совершают обрезание или нет. Тогда этот гонец отвечает, да, арабы все, они делают обрезание. Вот это правитель этой умы, этой общины, он появился, он победил. То есть это и есть правитель, владыка, совершающий обрезание. И тогда Иракли отправляет письмо к своему другу в городу Румия, который, как и Иракли, сам был прорицателем. Повлицателем, астрологом. А сам Иракли после этого отправляется в Хомс. Не успел он прибыть в Хомс, как к нему пришло письмо от его друга из Румии, который тоже подтверждал и соглашался с Ираклием в том, что да, последний пророк, алейхиссалату вассалям, появился. И что он, да, истинный пророк, тот, кто появился среди арабов. И тогда Иракли позвал знатных людей из числа римлян в одну из своих крепостей в Хомсе. Затем повелел и закрыли врата этой крепости. Затем Иракли повернулся в сторону своей этой свиты и обратился к ним следующими словами о римляне. Не рассказать ли вам о спасении, варуште и наставлении. И о том, что сохранит вашу власть и ваше царство. И для этого вы должны присогнуть этому пророку и последовать его религии. И тогда вся эта свита, знатные римляне, они бросились к воротам, как дикие ослы. И обнаружили, что они заперты, эти врата. И когда Иракли увидел, насколько они убегают от этой религии и потерял надежду на то, что они примут веру, и они преклонились перед ним и оказались довольны им его этими словами. И это было последнее, что связывало Ираклия с исламом. Раваху Салиху бну Кайсану и Юнусу и Маамару от Зухрии. Это передает Салиху бну Кайсан, Юнусу и Маамару от Зухрия. То есть вот такой тоже удивительный эпизод был из жизни Ираклия, правителя Византии. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.